Привет, ребята, с вами Аксенов Андрей и это подкаст «Закат Империи». Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Дорогие подкастослушатели, первый сезон подкаста «Закат Империи» подходит к концу. Сегодня предпоследний выпуск. На следующей неделе я вас всех жду на закрытии сезона. На моем канале на YouTube и ВКонтакте будет прямая трансляция со мной, будем обсуждать разные вещи про Российскую Империю, вы сможете задавать вопросы мне прямо в чатике, а также я буду отвечать на все вопросы, которые мне прислали в течение всего сезона. Отметим закрытие сезона вместе и оставайтесь на связи, потому что второй сезон уже не за горами. Ребят, привет! Сегодня у нас необычный выпуск подкаста, потому что у нас в гостях Василий Чернов, кандидат в богословие, главный редактор издательства «Николин день». Привет! Привет, Андрей! И сегодня мы будем разговаривать о религиозной жизни, о месте православия в жизни людей, городских и крестьян в Николаевской России. Да, этот период, он действительно уникален абсолютно в жизни русской церкви. И можно прямо сказать, что ни до, ни после Николаевского периода церковная и духовная жизнь России, нашей страны, не переживала таких специфических и уникальных явлений. В общем, не секрет, что русская церковь исторически, ну как это вообще принято в православной церкви, она находилась всегда под сильным влиянием государства, под господством государства. И в русской церкви, особенно в период после Петровских реформ, господство государства было настолько сильным, что, ну как наиболее такой яркий пример, можно привести, что даже от священников требовалось доносить о государственных преступлениях, готовящихся государственных преступлениях, если они услышали эти сведения даже на исповеди. То есть тайной исповеди не работало? Нет, это тайной исповеди в этом смысле не работало, потому что считалось, что интересы как бы православного государства, православной империи, они отменяют этот канонический запрет, тогда как этот запрет, он же крайне строгий. Он тайной исповеди абсолютно. Вот для иллюстрации можно сказать, что даже в Англии, которая страна протестантская, как известно, там есть государственная церковь, англиканская, которая исповедь вообще не признаёт таинством. У англиканской церкви исповедь это не таинство. Ну и всё окей, как бы можно рассказать. И формально даже нет исповеди. Но даже у англиканской церкви в канонах отдельной строкой прописано, что тайна исповеди, то есть там исповеди, которой у них нет, священна и абсолютно неприкосновенна. В большинстве стран мира, в законах которых вообще эта тема упоминается, например, даже в США, священнослужители освобождены от дачи в суде показаний, которые были ими получены в связи с исполнением и исполнениями имя своих духовных обязанностей. Слово «исповедь» не называется, но подразумевается. Ну, потому что, ну, каким образом священник ещё может узнать чьи-то секреты, да? А в дореволюционной России, в послепетровский период, это официально было отменено. Но в то же время, накануне Николаевского периода, в XIX веке, происходили и процессы, как бы, ну, назовём их более позитивными. Начиная с эпохи филарета московского, то есть с посленаполеоновского периода, в России происходит резкий подъём книгопечатания, в том числе церковного книгопечатания. И резкий, значительный рост объёма и качества религиозного образования. Большинство книг отцов церкви, которые сейчас переиздаются, это, на самом деле, переводы, сделанные в этот период. Переводы с иностранных языков? Переводы, в первую очередь, с греческого и латинского языков, сделанные в этот период. То есть, период вот с, примерно, с 20-х годов XIX века по 1917 год. А ты вот сказал, религиозное образование, то что имеется в виду под этим? Семинарии и академии. Дело в том, что духовенство было замкнуто в сословия в Российской империи. Из этого сословия ещё можно было выйти, потому что священники были многодетны, и, ну, просто церквей не хватит, если бы все дети священников становились священниками. Но войти в него было крайне сложно. Это общество, это порицало. Даже вот для какого-то дворянина было проще в монахи уйти, чем стать священником. Были случаи, когда вот там офицер в монахи ушёл. Но это были исключительные случаи, всё равно, даже такие. Там несчастная любовь случилась, и офицер в монахи ушёл. Ну да, но офицер стал приходским священником? Нонсенс, такого просто не было. То есть таких случаев, ну, наверное, действительно были единицы, мне они просто неизвестны. У меня вот я как бы читал такое мнение, что из-за вот этого закрытого сословия священничества, в том числе многие люди, которые там были бы церковлены, и которые хотели бы стать священниками, и, может быть, как-то бы изменяли церковь к лучшему, они не имели возможности стать священниками. И наоборот, что вот дети священников, они как бы не чувствуют предрасположенности, но это простой путь для них. Как бы семинария, приход, и всё нормально, и как бы их работа становилась такой. Ну, как бы не то, что подневольно, но просто они не видели в этом интереса, и это тоже... Да, совершенно верно, совершенно верно, именно так, потому что войти в сословие было очень сложно. Но вообще сословная система, она так и работает, да, что профессия человека определяется не столько его призванием, способностями, сколько его сословной принадлежностью. А были попытки изменить как-то эту ситуацию? Каких-то таких комплексных попыток? Нет, не было. Нет, не было попыток эту ситуацию изменить. Ещё такая деталь есть, что если посмотреть учащихся университетов, тех, кто получал высшее образование, часто это не обязательно были дворяне, потому что у дворян были возможности частное образование получать. И это, естественно, там среди них было мало крестьян, потому что образование всё-таки стоило денег. И большой частью студенчества это были дети, ну, поповские дети, дети священников, и в том числе это вот революционная молодёжь и все эти социалисты, в большей части, и много кто из них имели отцов и дедов-священников. Не просто в университетах поповские дети часто примыкали к левым движениям, к каким-то вот революционным движениям. Сами семинарии были просто средоточием левых и революционных мыслей. Почему? Потому что, как я уже оговорился, начиная с первой, третьей, девятнадцатого века, происходил значительный подъём образования в духовных академиях, уровня образования. К началу XX века можно смело утверждать, что уровень образования, уровень богословского образования, исторического образования, философского, московских, московской, петербургской, казанской духовных академий, филологического образования в этих академиях, он был абсолютно европейским. Он был ничуть не ниже уровня в Тюбингенской, Тюбингенской духовной школы, ну, это теологическая школа в Германии. Он мог соперничать, в общем, с лучшими богословскими школами Европы. Книги профессоров той эпохи издаются сейчас, и по ним учатся сейчас в духовных школах. И это не потому что, ну, отчасти это потому, что ничего другого лучшего нет у нас на русском языке, но, в принципе, даже сейчас многие из этих трудов читаются как вполне адекватные. И когда дети духовенства, даже в духовных семинариях и академиях расширяли свой кругозор, этот кругозор неизбежно входил в вопиющее противоречие с той реальностью, даже с их собственным бытом. Я уж не говорю о той реальности, которую они наблюдали вокруг себя просто в государстве. Как не быть революционным настроением, когда молодые люди их учат одному, а видят они вокруг себя другое? Ну, еще, я так понимаю, вообще образование было бесплатным для детей священников? Да, это был мощный социальный лифт. Ну, то есть, получается, что вот возможность, была возможность очень простая получить хорошее образование для вот этого сословия священников. То есть, за университет надо платить, за какие-то другие там в Европу ехать надо платить. А в этом случае у тебя отличное европейское образование? Да, да. То есть, по многим, я не говорю, что это образование вот по всем дисциплинам европейское, нет, конечно. Но, по многим дисциплинам, многие профессора имели действительно европейский уровень. Хорошо. А, ну вот, если брать студентов университетов, то там такая ситуация была, что были чуть ли не поголовно все атеисты, и социализм был в большой моде, левые идеи, они как-то близкие к атеизму. И вот, что касается семинарий, есть ли там были сильные левые идеи и интерес к социализму? Ну, нет, вопрос тут стоит не столько в каком-то сложившемся мировоззрении, сколько в том, что это были не то чтобы левые идеи, это было такое вот мироощущение недовольства тем раскладом существующего в государстве, который вот они вокруг себя наблюдали. Потому что ведь как считалось, что ситуация в смысле религии и нравственности у нас, в общем-то, идеальная, потому что живем в православной стране, у нас есть православный царь, что нам еще надо? Что нам еще надо? Ничего не надо. Но люди, особенно выросшие в семьях священников, отлично просто вокруг себя глазами видели, что и нравственная деградация имеет место в народе, и религиозная грамотность в простом народе находится просто ниже Плинтуса. Ну, просто, ну, дикость. Речь шла здесь не о том, что они были марксистами. И в университетах тоже далеко не все были марксистами, в университетах были и монархисты, и множество верующих людей было, и среди студентов, и среди профессоров, ведущих университетов империи. То есть это было, нельзя сказать, что это был прям повальный атеизм, это просто время еще было не то, не пришло время для повального атеизма, и я думаю, что и в Европе его тоже не было нигде, так, чтобы это было прям вот сплошь и рядом. Но, тем не менее, тем не менее, был запрос на перемены, был очень сильный запрос на перемены, и очень сильное недовольство тем, что вокруг себя наблюдали эти люди. А, насколько я понимаю, единственным системным ответом на недовольство окружающим миром в то время в Европе были левые идеи. То есть фактически выбора-то особенно не было. Ты был либо монархистом и правым, да, вот, ну, ты, ты, сейчас политический спектр намного ярче, да, тогда вот, ну, как-то вот он был попроще немножко. Либо ты был за сохранение традиционного уклада, либо ты был за его изменение. Если ты был за его изменение, ты автоматически топился в левое. Все. Хорошо, а как вот внутри церкви вообще существовала ли возможность, ну, какой-то оппозиции, генеральной линии, какие-то идеи доносить? Ну, никакой, вообще, священники были людьми очень инертными, российские. И никакой организации, какой-то структуры, может быть, параллельной, создано не было. То есть Синод проводил абсолютно верноподанническую политику, но эта политика, как выяснилось потом, не была завязана на идейную преданность империи, на идейную преданность консервативным ценностям, государю и так далее. Она была завязана просто на традицию, общеправославную традицию подчинения абсолютно любой власти. Так же, как в Византийской империи сначала император почитался главой церкви, ему божеские почести воздавались. Но когда императора заменил и на верный султан, ну, церковь тоже не перешла в какую-то оппозицию. Она продолжала призывать к подчинению светской власти. То есть, вообще, церковное почитание власти в православии, традиция церковного почитания власти, она ведь очень специфическая. Ее рассматривать как простой конформизм – это очень поверхностный взгляд. Православная церковь говорит как бы любой власти. Да, я буду тебя почитать. Но это почитание никогда не будет искренним. Оно всегда будет, потому что это часть традиции. Собственно, и когда император отрёкся от престола, церковь не сделала ничего, чтобы как-то это отречение, может быть, не признать или как-то поддержать императора и так далее. Отрёкся и отрёкся, ну, и с глаз долой, и с сердца вон. Всё. Это потом, уже сильно позже, монархисты на Западе и даже какие-то церковные деятели на Западе стали говорить, что вот по грехам нашим, значит, что церковь изменила государю. Нет, церковь не изменила государю, церковь не изменила власти. А у власти имени не бывает. Это не личная верность, это верность, ну, некоторой общей традиции. Но при этом власть очень поддерживала православную веру. Власть поддерживала православную идеологию. Это совсем не то самое, что вера. Поддержка православной веры и личная, может быть, даже религиозность не помогла, не помешала, прости, Петру Первому очень жёстко поступать по отношению к церкви, к церковным деятелям. Да, очень жёстко реформировать монашество, отнимать у церкви собственность. То есть, поддержка православия и государственные статус православия не помешал Екатерине Второй провести масштабную секуляризацию церковных имуществ. Её секуляризация была самая масштабная. А и до неё, после Петра, отдельные волны секуляризации проходили. Никогда поддержка православия не мешала русским царям предпринимать решения, которые сейчас, в современном контексте, могли бы быть названы антицерковными. Государь есть глава церкви. Что хочет, то и делает. Подожди, а как же? Глава церкви должен быть патриарх или сенот? Государь же не может быть главой церкви. Нет, как-то не может, когда может. Патриаршество было отменено Петром. Ну да, да. Богословские, строго говоря, глава церкви – это вообще Иисус Христос. Говоря богословским языком. Но многие государи называли себя верховными правителями церкви. И я точно не скажу, по-моему, собственно, Павел, он напрямую называл себя главой церкви. Над государями совершалось миропомазание. При своей коронации принимали причастие в алтаре, как священники. Принимали причастие тем же способом, как причащается духовенство. И, например, Павел, император Павел, он не только при коронации, он и в другие моменты жизни тоже заходил в алтарь через царские врата, как священник. И причащался около престола, как священник. То есть, государи, они за собой, безусловно, признавали совершенно особую роль в церкви. Не просто роль одного из мирян. Совершенно особую роль. Ну и, безусловно, церковь в административном отношении управлялась из царского кабинета. Епископы назначались царскими указами. Не постановлениями синода, а указами императора. А какую роль тогда, если описать ее, какую роль выполнял Николай II в церкви специфическую, как ты сказал? Ну, как и другие государи, он считался верховным охранителем православия, защитником православной веры. И он не вмешивался в какие-то богословские споры. Его это не очень интересовало, в какую-то богословскую полемику. Но он, безусловно, считал, что церковь – это важнейшая часть организма империи. Вот, собственно, и требовал от церкви поддерживать самодержавие, поддерживать традиционный политический и общественный уклад империи. Делал это он, как и предыдущий государь, через оберпрокурора, через представителя светской власти, царской власти в Священном Синоде. Оберпрокурора Священного Синода. В интересующий нас период, наверное, самым ярким оберпрокурором был, конечно, Победоносцев. Который простер совиные крыла. Да, который простер совиные крыла, тот самый, да, несомненно. Это был человек, который был лично наверняка верующим, но его вера никак не мешала ему использовать православие как идеологический механизм для того, чтобы защищать сложившийся политический строй. Что православие, православная церковь могла делать все хуже и хуже. Почему? Потому что, опять же, с одной стороны, связь народа с религией постепенно слабела, с другой стороны, духовенство, в силу того, что он становился все более и более образованным, само уже не хотело служить этим орудием. Не хотело служить инструментом по поддержанию конкретного политического режима. В этот режим уже мало кто верил. Печальная история. Ну, не веселая, да, но с другой стороны, с другой стороны, эта история, эта история пробуждения многовекового сна. Когда люди пробуждаются от долгого забытия, действительно, их ждет множество сюрпризов и приятных, и неприятных, может быть, даже неприятных больше, но нельзя жить во сне. Ну, вот, мне кажется, к тому времени, как бы, разговоры о возрождении патриаршества на Руси, как бы, ходили, и они начали ходить все больше и больше. Были какие-то надежды, даже, на Николая Второго с этим связанные? Все разговоры о возрождении патриаршества, как и вообще о церковных реформах, это действительно события времен совсем уже заката империи. Это события последнего, там, десятилетия ее существования. Кризис традиционных религиозных форм, который в империи имел место, он приводил к тому, что, ну, изыскивались какие-то пути. Причем эти пути изыскивались иногда очень удивительным образом, то есть это не всегда было что-то левое. Вот взять Иоанна Кронштадтского, был он левый? Нет, он был правый, правый монахист, и порой говорил какие-то антисемитские вещи, в общем, все, как мы любим. Но при этом именно Иоанн Кронштадтский организовывал вещи, невиданные в православии, в русском православии до него. Русское православие никогда не знало социального служения, вот такого развитого социального служения. Мы не будем вспоминать про императрицу Марии Федоровну, да, потому что, ну, чем там цари бы не тешились, лишь бы им хорошо было, да. Если им сейчас вдруг захотелось потешиться благотворительностью, ну, пускай. А вот чтобы это была церковная инициатива, чтобы она исходила от священника или от архиерея, да. Ну, да, там, в лучшем случае какой-нибудь архиерей может, там, не знаю, милостыни побольше раздать, там, если он благочестивый. Даже этого не было. Вот. И Иоанн Кронштадтский, вот его дома трезвости, его благотворительная, системная благотворительная деятельность была штукой, с одной стороны, западной, перешедшей с запада, а с другой стороны, в России совершенно невиданной. И то же самое касается, что называется, более религиозной сферы его деятельности, это литургического возрождения. В России в XIX веке и до неё считалось нормальным, это требовалось от верующих, говеть, то есть причащаться один раз в год. Обязательное было условие. Это было обязательное условие в обе стороны, в том смысле, что считалось и, ну, реже, чем раз в год причащаться, вроде как, не очень хорошо, но и к более частому причащению, не то, что относились негативно, а большинство священников просто вообще не понимали, как такое может быть. Вот, Иоанн Кронштадтский ввёл практику частого причащения, то есть духовная жизнь, его последователей, она существенно отличалась от духовной жизни большинства членов греко-российской православной церкви. И это было тоже очень и очень необычно. Но тут нужно помнить, что даже такие яркие люди, как Иоанн Кронштадтский, не создали никакого движения. Иоанн Кронштадтский был уникальным явлением. Это он пришёл из ниоткуда и ушёл в никуда. Он не стал основателем какой-то духовной школы, не стал основателем какого-то течения. И сам он не представлял какого-то течения. И нужно понимать, чтобы на него смотрели тоже, как на человека очень странного. Фрика. Да, фрика. Он был приближен как бы к власти, и поэтому это в лицо не высказывалось, но в общем и целом, да. Да, он богатых спонсоров имел. Он имел богатых спонсоров, да. Но тем не менее, его поведение с точки зрения большинства, не только простого духовенства, но и епископата православной русской церкви того времени, это было поведением, конечно, это было абсолютно что-то, это был нонсенс. Это не считалось нормальным ни в каком смысле. Русское монашество находилось также в серьёзном кризисе. Конечно, можно вспомнить про оптинских старцев. Но это тоже было очень локальное, очень разовое явление. То есть мы вспоминаем про оптинских старцев как хороший пример, да? Мы вспоминаем про них как про очень нехарактерный пример. Оптинские старцы ничего не изменили в русском монашестве в целом, и влияние оптинских старцев, оно в географическом смысле за пределы оптинской пустыни не простиралось. То есть оно не вызвало появление старчества как явление вообще в русской церкви, чтобы это в других монастырях как-то возникло, чтобы интеллигенция потянулась в эти монастырии. Нет ничего подобного. Просто они занимались своим делом у себя. Это было, да, это было локальное явление, локальное и в отношении места, и в отношении времени. Явление, которое вот случилось в оптинской пустыни в конце 19-го, в начале 20-го века. А что случилось там? Что вообще там происходило? Ну действительно, в оптинской пустыне возникла такая своеобразная традиция, когда старцы, опытные монахи, люди опытные в духовной жизни, стали преподавать наставления людям не монашествующим. То есть, как бы сейчас сказали, широким слоям населения. Ну это в первую очередь, конечно, интеллигенция, потому что никто другой просто не интересовался ими. То есть, интересующие человек могут туда приехать. Да, интересующие, как делал Толстой, он же тоже ездил в Оптину, да, и другие представители интеллигенции. Да, могут туда приехать и получить ответы на какие-то вопросы духовной жизни. Но это, кстати, тоже плод того, что развивалось православное образование, религиозное образование в России, развивалось книгоиздательство. Были переведены классические сочинения монашеской аскетической жизни. В первую очередь, в первую очередь, добротолюбие, сочинение древних подвижников монахов. Вот, и монахи XIX века, сравнивая свое житие вообще с тем, ну что такое было монашество в древней церкви и даже в византийской церкви, с трудом могли себе объединить, а что они вообще здесь делают? Вот для чего они здесь? Вот они пришли в монастырь делать что? Потому что вот добротолюбие, это такая вот энциклопедия монашеской жизни. Они читают эту энциклопедию, она стала доступной впервые за тысячу лет истории русской церкви, добротолюбие стала доступной. И они видят разницу большую. Они вообще не видят соответствий никаких. Вот тут написано совершенно одно, а мы делаем совершенно другое. Какой смысл? То есть им, собственно, их монашеское житие казалось совершенно обесцеленным на фоне того, что они читали, на фоне того идеала, который как бы перед ними возник. А в чем самое большое расхождение? Почему такая пропасть? Пропасть, потому что основа изначально древнего монашества это духовное делание. То есть самосовершенствование человека через внутреннюю сердечную молитву, через опыт личного богообщения. А в Российской империи, в духовной жизни Российской империи не было фразы «личное богообщение». Но если бы эту фразу как-то объяснить людям того времени, я думаю, она стала бы ругательной. Потому что ни о какой личной духовной практике там вообще речи идти не могла. Ну как, вот есть церковь. Даже не церковь, даже вообще просто жизнь в православной империи – это как бы и была духовная жизнь. Это как бы и была христианская жизнь. Вот у тебя есть православный государь, законы и обычаи империи соответствуют заповедям, как считалось, в общем и целом. Ты живёшь вот внутри этого общественного устройства, ну и всё, что тебе ещё нужно. Это и значит быть православным. Это и значит быть православным, да. Ну ты чего-то не знаешь, там, ну и что. Чем тогда вообще монахи занимались в монастырях? Совершением богослужения регулярным. Они занимались тем, что они ели, спали, работали иногда. Вот. И регулярно совершали уставное богослужение. И всё? Всё, да. То есть, ну, были отдельные случаи, когда появлялся какой-то человек, знающий, сведущий в духовной жизни, да, вот, и пытался вокруг себя собирать кружок. Но дело в том, что вот такая индивидуальная религиозность, она в Российской империи утекала в старообрядческую среду достаточно. То есть, старообрядческая среда была той средой, которая ей благоприятствовала. С одной стороны, конечно, там было очень много тёмных сторон, тёмных явлений, да, потому что это была такая дикая стихия, ничем не контролируемая, ничем не ограниченная, то есть, которая могла доходить до крайнего сектанства, до изуверства и так далее. С другой стороны, ну, вот это плоды свободы. Там как раз было личное богоискательство. Там было, да, там, да, это личное богоискательство могло заводить порой, ну, в тупики. Ну, а не бывает свободного поиска, который не заводит в тупики. Если тупики ограничены красными флажками, это уже не свободный поиск. А внутри православной церкви человек, ну, допустим, да, он вот ищет Бога, понимает, что как-то он не может его, он не видит его в церковной жизни, вот у него выбор, допустим, перейти в старообрядчество, или были какие-то способы найти его внутри православной церкви? Ну, конечно, вот как раз старчество. И, кроме того, ведь это вот эти вот такие явления, как Иоанн Кронштадтский, старцы и так далее, это все-таки городские явления, которые хорошо описаны, о которых все говорят. Ну, ведь была огромная масса людей, миллионы людей. Россия — это крестьянская страна, крестьяне составляли больше 80% населения, может быть, даже больше 90, я точно. Да, 85% примерно. Да, вот, больше 80% населения, да. И в этой огромной массе, конечно, тоже были люди, не нужно думать, что эта масса состояла из каких-то недочеловеков. Нет, конечно, это были люди со своими исканиями, со своими эмоциями, со своей духовной жизнью и душевными переживаниями. Конечно, среди них тоже был поиск. Конечно, уровень образования крестьян таки тоже рос. Рос медленно, но тем не менее рос. Дешевели книги, грамотность увеличивалась. В конце концов, интеллигенция приходила на село, да, после земской реформы, да. Ну, и были церковно-приходские школы. Были церковно-приходские школы, где хотя бы могли людей, человека научить читать и писать, а умеющий читать и писать человек в мире, где дешевеют книги постоянно, мог продолжить и самообразование, да. Поэтому, конечно, ситуация постепенно так или иначе улучшалась. Кругозор людей расширялся. Ну, я так понимаю, еще был запрос, наверное, в первую очередь, со стороны интеллигентной публики, вот, к какому-то настоящему глубинному православию, к богоискательству. И вот этот феномен старчества, он, наверное, обоюдоинтересен был и с одной стороны, и с другой. Да, да. Ну, интеллигентная публика, ее вообще тянуло на разное мистическое, потому что нужно помнить, что, ну, тогда же, когда рос интерес к старчеству, рос интерес к спиритизму примерно одновременно и часто у одних и тех же людей. Ой, ну да, конечно, начало 20 века, это же Ибловацкая. Это же Ибловацкая. И Толстой переводит Дао Дэ Цзин. Да, совершенно верно. Вообще, если присмотреться вот к этим двум таким разным людям, как Лев Толстой и Иоанн Кронштадтский, то можно увидеть, насколько сильно они похожи. Интересно. Да, это оба человека, вышедшие как бы из такой более-менее интеллигентской среды, но при этом апеллирующие к народу, да. Вот, хотящие быть воспитателями нации, совестью нации, может быть. И вот эти вот их заочные споры, да, заочные взаимные проклятия, вот, они, в общем, выдают их близость. Внутривидовая, внутривидовая конкуренция всегда самая жестокая, как известно, да. То есть, они на самом деле очень, во многом очень похожи. Хотя, конечно, есть, ну, очевидные отличия, но, тем не менее, вот как явление одной эпохи и как явление, апеллирующее примерно к одним и тем же силам, да, очень близкие люди. А как вот рос интерес к этому мистическому христианству, к старчеству? Ну, то есть, мы понимаем, что, в конце концов, пришло к тому, что, там, у Александра Фёдоровна, у царицы, да, был персональный старец, наверное, это для середины XIX века было бы странным, а тут это уже как бы нормально, то есть, в обществе... Вообще, этот интерес, он имеет вот два корня, как-то ни странно. В любом случае, он христианский, как бы, изначально, потому что, ну, какая культура ещё у нас была? Другой культуры, кроме христианской, у него не было, ни в России, ни в Европе. Тем не менее, ещё в XVIII веке в России стали активно переводить и читать труды западных христианских мистиков. То есть, они католические? И протестантские. Больше протестантские, чем католические. Это Терстеген, знаменитый немецкий пиетист. Да, вот это вот... Мы будем хорошо вспомнить, что ведь в протестантизме не только рационалистические были движения, но и различного рода мистические движения, пиетизм, квиетизм, да, вот эти вот движения, ориентированные на внутреннюю духовную жизнь человека, на личные отношения между человеком и Богом. Ну, естественно, у католиков тоже это было очень развито, да, и многочисленные авторы католических писали на эту тему. Изначально это не переводилось. Это читалось в России теми людьми, которые знали иностранные языки, коих среди русской иерархии было довольно много. Вообще, русская иерархия, она была достаточно образованной после Петра. Пётр I ввёл такой негласный обычай, что иерархия набиралась среди в основном украинцев. Среди тех, кто получал образование в киевской духовной школе, но многие из них... Славяно-греко-латинская академия существовала мало, киевско-могилянская академия... Киевско-могилянская академия, да. Она тоже существовала не очень долго. Но, тем не менее, многие представители украинской иерархии, они учились не только в Киеве, они учились и на Западе. Главные церковные деятели Петровской эпохи, это Феофан Прокопович и Стефан Еворский, оба в какой-то момент своей жизни перешли в католичество, получили образование в Европе, вернулись и перешли обратно в православие. Хитрый ход был с их стороны? Ну, конечно. Насколько я понимаю, там через некоторое время вышел интерес даже с территории Российской империи на Запад. На Западе был некоторый интерес к вот этому мистическому православию. Ну, на Западе представления о православии были крайне туманными. Они даже сейчас достаточно туманны. Хотя, в общем, русская эмиграция сделала всё, что могла, чтобы как-то этот туман рассеять. Но, тем не менее, всё равно под словом «православие» на Западе понимаются две реальности. Это либо что-то такое в связке с государством, очень тесным, либо что-то такое туманное, загадочное, мистическое. Типа старца Зосима. Вот, 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 да-да-да-да-да. Это такой индуизм с крестиком. Ну, были разные ещё феномены. Ещё Серафим Саровский, да? Ну, вы знаете, знаешь, о Серафиме Саровскому мы не знаем ничего. Как вообще вышло так, что он дал святым? Это же тоже вроде какая-то не очень логичная история. Эта история достаточно запутанная. Я предпочёл бы сейчас в неё не углубляться, тем более, что я в ней не очень сведущ. Но образ Серафима Саровского, который вот нам известен, это всё-таки образ во многом литературный. Это образ человека, который придумал Матавилов. Ну, он, конечно, не придумывал его в том смысле, что его никогда не было, и вот Матавилов решил его нафантазировать. Нет. Человек это вполне реальный и, вероятно, вероятно, очень запомнившийся своей христианской жизнью, своим подвижничеством и так далее. Но всё-таки, когда мы знаем о человеке из уст другого человека, и человека как бы не отстранённого, а очень заинтересованного, вот, ну, всё-таки я был бы очень осторожен с использованием текстов Матавилова как объективных источников. То есть про Иоанна Кронштадтского более-более достоверно? Да, конечно, да. Жизнь Иоанна Кронштадтского протекала на виду у всех, и мы знаем о ней не только из писания некоего барина, который заинтересовался мистикой и пошёл по лесам разыскивать старство, коим бы у Матавилов. Окей. Я вот хотел ещё перейти, может быть, к такой более-менее повседневной жизни, допустим, крестьян и там и дворян, и вообще вот православных, воцерковлённых. Она сильно отличалась от и современных представлений о том, что такое правильная православная духовная жизнь, и от тех вещей, которые предлагал, например, Иоанн Кронштадтский. Это было ежегодное причастие, и обычно не чаще. Ну, были люди, которые могли причащаться, например, четыре раза в год, в каждый из постов и так далее. Но этих людей было очень и очень немного. Мы говорим сейчас про городскую публику. И про крестьян тоже, про всех, да, это было для всех. Хорошим тоном считало чтение всяческих благочестивых книг в начале XX века. Церковная литература, вообще духовная литература, она массово уже издавалась, она уже стала достаточно дешёвой для того, чтобы даже крестьяне могли иногда себе её позволять, ну, и уж тем более горожане. Вот это вот книжное самообразование, а это было именно самообразование, оно распространялось. Но ввиду отсутствия какой-либо системности, да, и ввиду крайнего формализма преподавания закона Божия в школах, оно порождало скорее недовольство официальной церкви, официальной религии, чем содействовало как-то её укреплению. То есть в гимназиях и в школах преподавание закона Божия обычно не привлекало? Нет, нет, оно было очень и очень формализовано. Как мы знаем, у Ульянова Ленина было пять по закону Божия в гимназии. Ну, что ты смеёшься? Он, между прочим, с Надеждой Крупской венчался. Ну, тогда другого способа не было брак заключить? Не было же гражданского брака института? Нет, не было, что также содействовало как бы выхолощиванию всего этого дела, выхолощиванию христианского отношения. Тем не менее, просто факт остаётся фактом, да. Он бы мог сидеть и в гражданском браке жить, но вот тем не менее он предпочёл венчаться в церкви. Ну, то есть для человека он был вынужден соблюдать некие формальности православные, даже если, например, православным себя не считал, и это было неудобство доставлять людям. Да, конечно, но большинство людей считали себя православными и при этом были искренне уверены, что это никаких обязательств на них не накладывает. То есть абсолютное большинство, абсолютное большинство людей никогда не читало Евангелие. Абсолютное большинство священников никогда не читали Евангелие, кроме как за богослужением. Вот они читали Евангелие на богослужении, а для себя они его никогда не читали. Хотя был сделан перевод священного писания на русский язык, он был начат при филарете Дроздове в митрополите московском, но широкого распространения русский текст Библии не получил. Я не знаю, может быть кто-то знает, но я не знаю ни одной поговорки или пословицы, или крылатого выражения, которые бы вошли в русский язык из синодального перевода Библии. Между тем этот перевод существует 200 лет. Я знаю десятки вообще разных крылатых фраз, которые в русский язык вошли из церковного славянской Библии. Например? Знать, как отче наш. Но вот чтобы что-то из синодального перевода перешло в русский язык, такого мне неизвестно. Можно, конечно, это списывать на особенности синодального перевода, действительно, вслух он не очень звучит. Действительно, это русский язык до пушкинской эпохи и так далее и тому подобное, но, увы и ах. Ну, если мы говорим про городскую публику интеллигентную, то, наверное, более-менее они, ну, не более-менее даже, они, наверное, довольно хорошо разбирались в православии, часть культурного контекста тогдашнего. Вот если мы возьмем, допустим, крестьян, что вообще они думали о православии? Что они... Ну, они верили в Бога, они имели базовые какие-то... Нет, ну, базовые представления, хотел сказать, не, ну, конечно, были и очень суеверие распространены там. Ну, да, да, да. Что Троица, это Божья Матерь, Спаситель Никола Угодник, да, то есть вот такие вещи тоже, да. Вот, но, тем не менее, ну, какие-то базовые вещи, может быть, христианской нравственности. Ну, это очень сильно зависело. Нельзя говорить о крестьянстве в целом, это очень зависело от региона. Отношение к браку, отношение к половой этике было разное, потому что были в России регионы, где, например, считалась нормальной половая жизнь до брака, но при этом порицалась измена в супружестве. Были регионы, где, наоборот, считалось, что нужно строго хранить девственность до брака, но при этом, вступив в брак, можно было себе позволить. Конечно, были широко распространены такие вещи, как-то, ну, совершенно несовместимые, ну, с христианской нравственностью в нынешнем нашем её восприятии, как, ну, насилие было широко бытовое распространено, злоупотребление алкогольными напитками, да, там, вот эти все вещи, которые мы знаем. Вот в России, как и, надо признать, в большинстве стран того времени, не было никакой системы, именно системы социальной защиты. То есть, те вещи, которые, без которых мы современное общество не представляем, и те вещи, которые, по моему убеждению, коренятся всё-таки в христианской нравственности, всё-таки в христианской нравственности, так или иначе. Я не говорю, что они связаны с христианством, как с религией сейчас, ничего подобного. Но, тем не менее, они воспитаны христианством. В то время их не было, но это связано, конечно, ещё с экономикой. Потому что экономика Российской империи просто бы не вытянула развитой социальной системы, как экономика всех остальных стран. Правильно ли сказать, что крестьяне очень формально относились к православию? То есть, нужно выполнять пост, например, нужно освещать дом. То есть, на уровне обрядовое православие. Чисто я выполнил определённый обряд, у меня должен быть получен какой-то определённый бенефит, и всё. Дальше пошёл поле пахать. Ну, и да, и нет. В том смысле, что с современной точки зрения, с высоты нашего времени, это может так выглядеть. Да. Но не нужно всё-таки отрицать того факта, что крестьянская среда порождала людей искренне благочестивых, искренне ищущих. В России, в крестьянской среде, было широко распроистое религиозное сектанство, как известно. И старообрядчество, и мистическое сектанство было распространено. Это же крестьяне. Ну да. Это же тоже крестьяне. И, значит, их Бог интересовал. Значит, им было интересно говорить, размышлять о Боге. Более того, значит, они внутренне не удовлетворялись теми ответами, которые им предлагала официальная религия. Поэтому они шли и в сектанты. Но гораздо больше людей, чем шли в сектанты, или примыкали к старообрядцам, или к каким-то ещё движениям, гораздо больше людей находили себя, находили именно основу для духовной жизни в том самом православии. Конечно, православие, государственное православие предлагало некоторую канву. И главным его минусом было то, что его устраивало, если человек из этой канвы берёт только самый-самый минимум. В принципе, человек мог почерпнуть больше, если он хотел, да? Это встречало неприятие в социуме зачастую, отторжение в социуме. Ну, слушай, ну давай всё-таки понимать тот факт, что количество людей, вот искренне религиозных, практикующих религию, оно в любом социуме, ну, очень далеко от 100%, и, грубо говоря, даже от 50% очень далеко, да, это всегда некоторая не очень большая прослойка людей. Вот так же, как бывают люди музыкально одарённые, так же бывают люди религиозно одарённые. Не в том смысле, что им какие-то видения, они слышат голоса, нет. В том смысле, что им это очень интересно, они чувствуют, что в их жизни это очень важно, что узнавать про вещи, связанные с Богом, с душой человеческой, с какими-то... Ну, вот с теми вещами, которые вообще называются религией, так вот, в широком смысле слова, вот, этим людям очень интересно. Но, опять же говорю, что это никогда не было массовым. Ни в одном обществе религиозное движение, вообще, вот, ну, религиозная практика, такая личная религиозная практика, личный религиозный поиск не был массовым явлением. Ну да, это можно понять, почему это. Ну, потому что религиозный поиск отвлекает ресурсы от других областей жизни. А у тебя есть ограниченное количество ресурсов. Либо ты их вкладываешь сюда, либо сюда. Ты не можешь их вложить везде. Ты можешь какие-нибудь привести примеры, которые вот нам сейчас кажутся совершенно обычными, да, для современного православного, церковлённого человека, а в тогдашнее время это было что-то, ну, необычное. И наоборот. Что тогда было совершенно естественным, а сейчас это вообще никто обычно не практикует. Ну, можно попробовать. Ну, самый яркий пример – это частые причащения, конечно. И, как я уже говорил, до революции причащение один раз в год считалось вообще, вот, это очень хорошо. Если человек причащался несколько раз в год, это считалось настолько хорошо, что даже немножко плохо. Что уже возникали вопросы... Подозрительно, что ли. Да, а вообще, ну, а не сектант ли он какой-нибудь там, или вообще, ну, что же это он... Ну, это можно было понять, если это какая-то пожилая вдова, например, там, ну, или какой-то человек, ну, очень мистически вот настроен, и про таких людей говорили, он настроен мистически вообще-то. Было такое выражение. Часто причащается очень. Вот. И надо признать, что практика не очень частого причастия, она... Вот Иоанн Кронштадтки часто причастие практиковал, а потом это снова вернулось к тому, от чего ушли, да. И в русской православной церкви практика частого причащения, такого регулярного причащения, ну, и то не везде на отдельных приходах, она выдворилась только вот... Собственно, она не выдворилась, она начала выдворяться лет, наверное, 15 назад. Ого. Да, да. Сейчас можно увидеть, что во многих приходах, ну, в Москве, может быть, даже большинство, хотя я, конечно, статистики не знаю, к причастию подходит, ну, вот там, не знаю, но явно большая часть собравшихся на воскресное богослужение. Я отлично помню, как это было еще в конце 80-х годов и в начале 90-х. Ну, стоит там, не знаю, 40 человек или там, условные 40 человек в храме, ну, три человека из них причащятся. А бывает ни одного запросто. То есть, литургия, где не причащается никто, вообще никто, это совершенная была норма до недавнего времени. Интересно, а еще что-нибудь? До революции более привычным, чем сейчас, наверное, были публичные такие внешние проявления религиозности. Типа крестные ходы? Да нет, типа, например, вот крестные ходы, они и сейчас бывают, но это формализованное проявление религиозности, крестный ход. А именно неформализованное. Ну, вот, например, проходя мимо каких-то, мимо храмов, там, мимо икон чтимых, люди крестились, кланялись. Массово. Да, массово этим святыням снимали шапку, да, там, полагали земные поклоны и так далее. Сейчас даже среди людей верующих, религиозных, ну, нет такого обычая, чтобы, например, креститься на каждый храм. Я очень много раз был в Греции, и вот я однажды прилетел в физсологике, в аэропорт, и ехал, ну, уже практически ночью из аэропорта в городе на автобусе. И рядом со мной ехал изрядно выпивший панк, пожилая женщина, какой-то такой вот мужичок, ну, средних лет, работяга. Вот. Ну, и еще несколько очень разных людей. И каждый раз, когда автобус проезжал мимо церкви, все они, включая панка, который испуганно озирался, и, да, и все они крестились. И в Греции также в общественных местах везде висят иконы, в том числе в автобусах общественного транспорта висят иконы. То есть видно, что это централизованно сделано как-то. Вот. Ну, как-то вот и люди тоже там на улице крестятся там и так далее. В России совершенно не принято это исчезло. Я не видел, чтобы вот сколько людей гуляет там, не знаю, там в центре Москвы, где очень много храмов. Я ни разу не видел, чтобы человек, просто проходя мимо храма, осенял себя крестным знамением. Кто заходит в храм, да, перед входом. Но вот просто проходя мимо, я не видел ни разу. Вот. А до революции это было в порядке вещей. До революции это было в порядке вещей. Соблюдение постов. Тоже это очень интересный аспект. Если мы почитаем дореволюционных авторов, мы увидим, что соблюдение постов было даже в очень религиозных, очень благочестивых семьях. Так. Совершенно вещью, ну, не само собой разумеющимся. Почитаем там Лескова, Шмелева, да, как они описывают, что накрывался в пост стол, и там были блюда для постящихся и блюда для непостящихся. В порядке вещей. Ну, это касается дворян, да? Образованных. Ну, это мещане, скорее. Мещане. Это скорее мещане, да. К крестьяне более строго относились. К крестьяне более строго относились, да. Это правда, но тем не менее. Вот. Но вот это отношение к постам тоже было достаточно формализированным, да. То есть, с одной стороны, на Страстную Седмицу закрывались там все театры, да, в Российской империи, как поставить. С другой стороны, весь остальной пост, они прекрасно работали, и, я так понимаю, прибыли не лишались, имели свою аудиторию и так далее. То есть, ну, это было, и понятно было, что это ограничивать нельзя. То есть, вообще, как бы, посты — это же часть монашеской практики изначально. Вот. И перенос её на мирян, он сам по себе вызывает множество вопросов. Но уж перенос этой практики в общественную жизнь, ну, это... Он может парализовать действия государства, просто парализовать жизнь в обществе. Вот. Что мы видим сейчас? Сейчас мы видим, что есть люди, которые ходят в церковь, и есть люди, которые постятся. И эти множества пересекаются только отчасти. Окей. Вернёмся к практикам православным. Вот крестные ходы мы упоминали, существуют там прям картины такие, что это прям массовое было такое. А это и сейчас есть массовые многодневные крестные ходы. То есть, это не изменилось? Нет, это не изменилось. А паломничество? И паломничество сейчас гораздо больше, чем их даже было, можно сказать. Ну, народ более мобильный, транспорта больше. Вот. Огромное количество людей. То есть, огромное количество людей посещает Святую Землю. До революции это были единицы. Ну, понятно, да. Потому что денег не было. Ну, и потому что... Ну, и тут даже дело не в деньгах, а просто в простоте передвижения в пространстве. Все-таки нужно помнить, что до изобретения автомобиля скорость передвижения по суше... Ну, грубо говоря, скорость передвижения по суше Наполеона была такая же, как скорость передвижения по суше египетских фараонов. Скорость лошадки. А были ли какие-то вещи, которые с точки зрения устройства православной жизни... Ну, то есть, я, например, читал о том, что в течение Петровского, что ли, времени количество икон мироточащих, которые были признаны мироточащими, их было ноль или сколько там, две. Очень мало. То есть, их в какой-то момент просто перестали признавать. Ну, их перестали признавать, но это произошло еще в том числе и из-за централизации и формализации деятельности православия. То есть, сейчас мироточащие иконы прямо-то массово, и все ходят на них... А сейчас нет униститута признания. А при царе, если какая-то икона вдруг начинала мироточить, туда сразу приезжала комиссия, которая устанавливала вообще это правда или нет. И гораздо легче было ее спрятать, чем разбираться с комиссией. Ну, и кроме того, да, и кроме того, ну, мы все-таки понимаем, что, да, что был и отток в старое обрядчество, был отток в мистическое сектанство. Вообще, всякие такие вещи нестандартные, они сразу вызывали подозрения. Подозрения в нелояльности к государственной церкви. То есть, если что-то выбивается из общепринципа... Да. Сейчас совершенно четко мироточение какое-то икон там, да, или какие-то чудеса настоящие или не очень, они не вызывают подозрения в какой-то нелояльности, ну, и даже внутри церкви. А тогда вызывало? Да, тогда вызывало, конечно. То есть, если у тебя чудеса происходят? А не хлыст ли ты? А не молоканен ли? Что-то подозрительное. Что-то подозрительное, да. Вообще... Чудес в православной церкви тогда не должно было быть. Нет, не должно было быть. Начиная с Петра I и кончая концом царства Николая II, меньше десяти человек были канонизированы русской православной церковью. И Серафим Саровский среди них. Серафим Саровский среди них. Но дело в том, что если мы сравним с канонизациями XX века, когда их тысячи и тысячи... Это, конечно, новомученики. Но и кроме новомучеников было канонизировано очень-очень много людей в XX веке. Очень много людей. Причем многие из них жили в Среднем веке. Много жителей Средних веков было. Андрей Рыблев был канонизирован в XX веке. Вот как бы он жил в то время, но почему-то его решили канонизировать ими сейчас. А тогда как-то обходились без канонизации? Тогда как-то обходились без канонизации. Почитали тех святых, которые были. И новых к ним прибавлять тоже особенно не спешили. Известен даже один случай деканонизации. Это Анна Кашинская. Которая имела неосторожность лежать в гробу, сложив руку двоеперстным сложением. А поподробнее про эту историю можно сказать? Ну да, да, да. То есть она была канонизирована как всегда? Она была канонизирована, но одним из ее признаков было то, что она лежала в раке, в гробу, сложив руку, собственно, так, как на Руси крестились несколько веков подряд. Да. Двумя пальцами. Но поскольку в ту эпоху двоеперстное крестное знамение, это была апелляция к старообрядчеству, да. Так. Кстати, ко времени царства Николая II, вообще даже до этого, это настолько тесная связь прервалась, да, потому что было единоверие уже. А старообрядчество это было, ну, не лояльность государственному строю, да, вот, то быстренько решили ее мощь спрятать и... То есть святой в православном государстве не может быть старообрядцем? Ну, нет. Не может двоеперстным креститься? Нет, 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 конечно, не может. И мы его из святого святых? Да нет, дело не в том, что она так в гробу лежала. Если бы она, ну, как-нибудь вот по-другому руку сложила, то, наверное, все обошлось. Нет, все отлично, нет, все отлично знали, что до Никона крестились двумя пальцами. Ну, ни для кого этого секрет не было в этом, что до Никоновские святые, что Сергий Радоничный двумя пальцами крестился, да, и так далее. Вот, но чтобы не заострять на этом внимание, вот предпочли сделать именно так. Ну, это... Я назвал это деканонизацией, конечно, условно, да, потому что никакой деканонизации вообще не бывает в православной церкви. Вот, просто как предпочли ее почитание, ну, не развивать. Окей, хорошо. Не привлекать к этому лишнего внимания, и все. Давай пару слов про Синод скажем, потому что мы его упоминаем, может, нас очень не в курсе. Как вообще так вышло? Вроде это не очень типично для православной церкви, управляться не патриархом, или я ошибаюсь? Ну, как сказать? Среди православных церквей современных меньшинство управляется патриархами. Да? Да, да. Ну, нет, наверное, все-таки не меньшинство, но Синодальное правление сейчас, оно существует в Илладской православной церкви, там Синодальное строительство управляет, Синод. Православная церковь в Греческой республике, кстати, тоже имеющая государственный статус. Вот, в России после упражнения патриархства при Петре I вместо патриарх стал Синод, или Духовная коллегия, как ее называли в то времена. То есть это епископы? Это группа, небольшая группа епископов, не все, которые, собственно, коллективно управляли церковью. Ну, собственно, даже не столько управляли церковью, сколько решали какие-то текущие церковные вопросы, поскольку принципиальные моменты относились в ведение императорского правительства напрямую. Как я уже говорил, епископы назначались императорским указом, а не решением Синода. А что они решали вообще? Чем занимался Синод-то? Синод в разные эпохи занимался очень разными вещами. Вот, под конец. Под конец занимался дисциплиной священников, занимался бракоразводными делами, занимался надзором за монашеской жизнью. У него было очень, собственно, как и сейчас, тогдашний Синод, это святейший Синод, который был как бы коллективным предстоятелем церкви. Нынешний священный Синод – это совещательный орган при патриархии при московском. Это не коллективный орган управления. Сейчас русская православная церковь встроена монархически, во главе с патриархом. Тогда она была встроена тоже монархически, во главе с императором. А оберпрокурор что делал? Оберпрокурор был представителем императора, оком государевым в Синоде. Это был светский человек? Это был всегда светский человек, да. А он имел какие-то права среди епископов? Проводил волю государя или как? Да, он доводил волю государя до епископов. Многие дела решал лично, но, опять же, еще раз, это очень сильно зависело от конкретной исторической ситуации и от личности оберпрокурора, от того епископата, среди которого он сидел. Потому что среди епископата были же очень яркие личности, которые как бы затмевали любого оберпрокурора иногда. Ну, митрополит Платон Левшин, да, митрополит Филарет Дроздов, который был автором манифеста об освобождении крестьян, на минуточку. Текст был написан им. Вот. А вот что касается Победоносцева, почему, который был воспитателем государя Николая II, в какой-то момент Николай II сместил его все-таки с должности оберпрокурора? Ну, Победоносцев был классическим представителем политического православия. Что это значит? Того, что сейчас называется православием. Ну, потому что все-таки есть православие как религия, даже если понимать это очень широко, как образ духовной жизни. Есть православие некоторые идеологии, как идеология. Государственническая. Государственническая, общественная идеология. Например, сейчас, может быть, не быть православия как государственнической идеологией, мы живем в советской стране, Но, тем не менее, православие существует как общественная идеология, то есть как, грубо говоря, сборник предписаний для общественной жизни человека, политической жизни человека и так далее. Так вот, Ведоносцев как раз проводил линию политического православия. Да, он, конечно, видел в православии в первую очередь опору для государственной власти. Почему-то так важно вообще тогда казалось, ну вот, православие, самодержавие, народность, нам сейчас это не очень понятно. Православие, самодержавие, народность, ведь когда-то был, этот лозунг, когда он появился, власть его не очень любила. При Николае Первом он появился. Да, потому что там православие шло до самодержавия. И власть его не очень любила, то есть это как бы, получается, царь оказывался служителем некоторой идеи. Нет, это идеи должны служить царю, а не царь идеям. Но, тем не менее, это православное государство и долгое время единственное православное государство, которое сохранило православие. Ну, совсем единственное оно не было никогда, формально говоря. Но, да, единственное заметное на политической карте православное государство. Единственное государство... Которое сохранило истинную веру. Да, которое сохранило истинную веру, но вот в эту идеологию, пока, в мере, к концу Николаевской эпохи, не верил уже никто. Ага. Не верили епископы, которые мгновенно отреклись от царя, когда он показался... В идеологию вот эту тройственную самодержавие и то, что у нас православное. Не верили священники, многие из которых придерживались левых взглядов. Вообще, когда ведь были выборы в Первую Думу, значительное количество священников избралось от левых партий. Да, мы знаем. И им пришел синодоуказ после их избрания уже в Думе перейти в монархические партии. И они последовали? Кто-то последовал, а кто-то снял сан. Ага. И уже в качестве светских людей продолжили работать в качестве депутатов. Да, ведь русское обновленчество, которое вот при большевиках... А, ты про это, да? Да, произошел вот этот обновленческий раскол, ведь оно же... Его же не большевики придумали. Оно само возникло. Оно возникло само, и оно было... Если мы посмотрим, что эти люди писали до революции, так они примерно то же самое писали. Что просто до революции они не могли действовать более свободно, да? Вот. И собор 18-го года, он ведь тоже готовился при Николае. Тоже готовился при Николае. И если мы посмотрим... То есть собор, на котором избрали патриарха. Да. То есть Николай был готов к тому, что изберут патриарха? Я не знаю, но избрание патриарха не было тем актом, который готовили специально. Да, да, да. Это уже... Эта идея возникла уже в процессе. Вот. Но если мы почитаем документы предсоборного присутствия... Предсоборное присутствие была комиссия, которая занималась выяснением настроений в духовенстве. Как вообще? Что у нас есть, чего у нас нет, что мы думаем, что мы делаем. Как корпорация духовная. Но если мы почитаем отчёты этого предсоборного присутствия, мы поймём, что такой разнообразной духовной, вообще церковной жизни, как накануне революции, не то, что не было до этого, сейчас нет. Очень интересно было. Да. То есть, ну, я не готов детализировать сейчас просто вот, но действительно священники высказывались очень смело, очень открыто. Высказывались о вещах, о которых, например, сейчас так вот не принято как-то говорить, просто потому что, ну, считается, что это выходит за рамки какие-то. Даже просто... Это не то, что цензура, это какой-то внутренний цензур. Дело в том, что, кстати, позже, позже монархисты в русском зарубежье и даже современные монархисты в России уже даже стали рассуждать на тему, что Бог потому и попустил русскую революцию, что если бы её не было, церковь бы вообще погибла изнутри. Посмотрите на документы предсоборного присутствия, говорят они. Ого! Там же попы же вообще с катушек слетели, и какие же вообще страшные вещи, говорят. Посты отменить, перевести богослужения, выдвинуть престол на середину храм, чтобы народу было всё видно. Там было очень-очень много самых неожиданных идей. Но это, конечно, предмет для отдельного разговора, можно это организовать, как бы поговорить об упущенных возможностях, которые были тогда. Ну, возможно, даже и не зря упущенных, вот, некоторых из них. Тем не менее, я абсолютно уверен, что в каком-то не очень отдалённом будущем многие из этих тем в русской церкви снова всплывут. Потому что так уж сложилось, что русскую церковь от совершенно бесконтрольного обсуждения любых вопросов, очень бесконтрольного в хорошем смысле слова, свободного обсуждения, совершенно любых вопросов, удерживает в основном государственная власть. Удерживает даже не насилие. Ну, потому что сейчас же никто не запрещает обсуждать любые вещи священникам. Они это и делают, зачастую у себя в блогах. Но удерживает тем, что православная церковь имеет некоторый национальный культурно-образующий статус. Как и тогда. Как и тогда. Но тогда плюс ещё был аппарат насилия. Сейчас этого аппарата в том смысле нет. И этот статус, он накладывает на священника некоторые обязательства, что ли. То есть мы можем ждать в каком-то будущем опять эти же вопросы, что поднимутся. Да, конечно. И гораздо более радикальные. Гораздо более радикальные вопросы станут. Вопросы, там, богослужебного языка, или каких-то постов, там, или ещё чего-то, они покажутся вообще детскими игрушками. По сравнению с теми вопросами, которые неизбежно встанут перед русской православной церковью. Я это могу сказать. Это не потому, что мне хочется, чтобы они стали, или не потому, что я так вот пророчествую. Нет. Эти вопросы стали перед всеми традиционными церквами, в том числе на Западе. Это очень серьёзные вопросы человеческой сексуальности. Это очень серьёзные вопросы отношения к мировоззренческим выводам науки. Я не говорю отношения религии и науки. Заметь. Я говорю отношения религии и мировоззренческих выводов науки. Запросто можно примирить, ну, я не знаю, православную веру, я не знаю, с взглядом на происхождение жизни человека через эволюцию. Тут вообще нет никакой проблемы. Вообще нет никакой проблемы. Гораздо сложнее примирить, я не знаю, христианское вероучение с научной теорией, например, конца Вселенной, да, тепловой смерти Вселенной. Гораздо сложнее. Как бы обрядовая сторона православия, она красиво, понятно, что что-то вот такое хорошее делают, правильное там. Вот, ну, конечно, я думаю, я думаю, что если опросить всех людей, вот, участвующих в освещении ракеты, и сказать, знаете, простой вопрос, а вообще, что происходит в процессе этого освещения? На этот вопрос не сможет ответить никто, включая священника. Это что, теперь Бог любит эту ракету, что ли? Или как-то вот раньше он ее не любил, а теперь она ему понравилась? После того, как она стала немножко мокрой. Что случилось в результате освещения? Я не знаю, что случилось. И я не знаю, что случилось. Для крестьян, для русских крестьян, в той эпохе, о которой мы говорим, все это было как бы вот... Имело смысл. Имело смысл. Это было частью христианского космоса, да. Это был, может быть, магизм, но это был магизм в таком хорошем смысле. Но они чувствовали результаты этого. Они чувствовали результаты. Это без этого было невозможно. Истории про то, что сельский священник, идя совершать молебен о дожде в засуху, брал с собой зонтик, это не анекдот. Это вполне нормальная история. Она сейчас рассказывается как семинарский анекдот, да? Но это превратилось в шутку, но это ведь не шутка. Так действительно это делали, потому что это было совершенно естественное ощущение христианского космоса, да. Вот этой вот всемирной системы, где всё взаимосвязано, да, где каждое слово отдаётся эхом на небесах, да, в вечности. Вот. И это ощущение напрочь утрачено сейчас. Я не видел ни одного живого человека, который бы вот действительно жил вот в таком ощущении христианского космоса. Оно не то, что утрачено в принципе вообще, как чувство, оно просто перешло на некоторый, ну, на некоторый другой уровень, мне кажется, вот, в некоторую другую систему понятий. То есть сейчас это как-то больше через искусство, может быть, сообщается, через музыку подобные ощущения проходят, чем... Для христиан тогда это была как магия, получается? Да, добрая магия. На высокой ноте. Я думаю, можно заканчивать разговор. Да, да, но всё-таки вот период конца 20-го века, это ведь период развития ретро-футуризма, того, что мы сейчас называем ретро-футуризмом, да. Мечт о будущем. Период, да, период большого мечтания о будущем. Это период, когда людям казалось, по крайней мере, вот, может быть, интеллигенция, техническая интеллигенция, которая тогда появилась, когда впервые, да, казалось, что технологии и светский подход, отказ от предрассудков, опять же, в пользу технологий, не то, что могут изменить мир к лучшему, неизбежно изменят мир к лучшему. Ну, неумолимо приближался к 14-й год, да, когда... Которые на своей шкуре почувствовали. Которые, да, на своей шкуре почувствовали, да, что железный век им готовит. Вот. Вот. И катастрофы 20-го века, они ведь во многом способствовали разочарованию людей в технологиях. И тот ренессанс религии, который мы сейчас видим, а мы видим, безусловно, ренессанс религии, да, в наше время. Вот. Вот этот вот откат к прошлому, откат к религии, откат к мистике, которая сейчас происходит, и разочарование в возможностях технологий, вообще в возможностях человека. Это во многом, мы сейчас живем в эпоху, как бы противоположную, времени заката империи. Но именно в эпоху заката империи эти все основы и были заложены. То есть железный век он начал коллапсировать, на самом деле, уже тогда. Спасибо. С вами был Аксенов Андрей и... Василий Чернов. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Мы каких-то вещей не коснулись, наверняка вам будет что-то интересно. Мы вообще не касались, там, разных сект, типа Малакан или Хлыстов и Старобрядцев, которые очень отдельная история. Это отдельная тема, достойная разговора. Да, но даже мы и в православии, наверное, коснулись малой части. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Надеемся на них ответить. Все, до следующих выпусков. Всем спасибо. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста. Субтитры создавал DimaTorzok